Будь первым исполнителем своих приказаний. Привет, Идаша! 5 октября 2015 года я начала составлять картотеку книг. Как изящно говорить, это сделала одна из моих подписчиков, к сожалению, я подзабыл, кто именно. Перепись книжного населения. И закончила его 2 января 2016 года. И сегодня хочу поделиться своим опытом и эмоциями по этому поводу. Вела я в программе Excel. Я пыталась найти какую-нибудь бесплатную специальную программулю, но, видимо, адекватных не существует. Ну, либо я плохо искала. И я стала просто вести в Excel. Это оказалось очень удобным, так как, когда вводишь книгу или автора, когда, если ты до этого уже вводил это наименование, он тебе это показывает. Автоматически. То есть, когда дублируются книги при составлении картотеки, ты видишь это. Потому что Excel об этом тебе говорит. Поэтому это оказалось очень удобным. И если кто будет составлять, я рекомендую делать это именно там. По крайней мере, мне понравилось, мне было удобно. Какие у меня там есть столбцы? Это наименование книги. Имя ее автора. Если автор не наш, зарубежный, то указывала при этом имя переводчика, фамилию. Ну, и так как я терпеть не могу, когда у меня в таблице какие-то пустующие есть колонки, то там, где автор наш, свой, я писала, что оригинальный. То есть, оригинальный язык. Далее, издательство наименования, год здания, тираж и, конечно, местонахождение. Для местонахождения у меня три было столбца отдельных. Первый столбец, это, ну, конечно, все это продолжение таблицы. Это наименование комнаты, далее наименование номер шкафа и номер полки. Шкафов у меня, подождите, раз, два, три, четыре. Четыре книжных шкафов у нас дома. Ну, и что я хочу сказать. Если все книги в вашем доме разложены по тематике, они в разноброс, то вам будет гораздо легче. Ну, или если вы не заморачиваетесь, потому что все это систематизировать, там отдельно детективы, отдельно там фэнтези, чтобы авторы все были, не были разбросаны по разным полкам, были все вместе. В общем, если вы не заморачиваетесь над темой, вам тоже будет очень просто. Я заморачивалась. В двух из четырех шкафов, в первом и в последнем, книги были именно составлены комарно-сунью, и подточат все прям четко вместе по темам, по авторам. А вот второй и третий шкафы, ой-ой-ой, чем это плохо? Когда книги уже составлены, как надо, ты просто первую полку, допустим, всю вытаскиваешь, записываешь ее в таблицу, ставишь обратно. И так вот пока, собственно, полки не закончатся. Но если книги не систематизированы, а ты хочешь их и вносить в таблицу, и систематизировать, то приходится вынимать полностью все их, в процессе вынимания как-то по кучечкам на пол класть, и при этом не просто вот как придется, а более-менее стараться, чтобы одна там кучка была чисто детективы, вторая кучка чисто классика, третья какая-то еще. И когда, ну и так, и это не получается делать прям на 100% верно, ты иногда ошибаешься, и когда вносишь, допустим, берешь одну кучечку, ставишь на стол, начинаешь вписывать в таблицу, ты, допустим, находишь какую-то, допустим, классическую книгу, там в стопке иностранной литературы. А классическая литература уже составлена, полка заполнена, более того, перезаполнена, вставлять туда некуда. И тут выныривает вот эта классическая книга, когда они должны быть уже все переписаны. И ты не несешься к этой полке, прямо из этих книг какой-то тетрис составляешь, впихиваешь, как-то вот, или разбиваешь полку даже на две части, потому что... В общем, это очень косячно, это очень сложно, если в книгах «Разбой» вы решили навести порядок, одновременно создать каталог. Это будет сложно, предупреждаю. Плюс, ну, может быть, это было бы не так сложно для меня, если бы дело не было бы накануне Нового года. Потому что Новый год, все должно быть чистенько, все должно быть красивенько, все должно быть украшено. А тут просто у меня две комнаты в квартире, все в книгах. И мне надо было торопиться, торопиться, чтобы успеть, то есть с первого декабря, вот эти два шкафа поставить на место, я не книги из двух шкафов поставила на место. К счастью, я успела, я 30 декабря последние книги второго вот этих шкафов вписала, ну, 31 декабря даже вписала первую книгу, переписала первую полку из последнего шкафа четвертого. К счастью, последний шкаф находится в моей комнате. К счастью, в них полок меньше, чем в остальных шкафах. Идеальный порядок, да, еще и очень скромный. Здесь у меня не возникло трудостей. Ну и, удаляя ваше любопытство, сколько у меня получилось в итоге, заодно похвастаюсь. Я насчитала 2686 книг. И далее буду вести картотеку ввод. Я не буду вписывать эту книгу, пока я сниму ни видео. То есть, непосредственно, когда я буду ставить на полку, вот перед этим, так как я ставлю на полку не как все нормальные люди после прочитывания, а именно после съемок видео традиционного совершенно прочитанного, то вот так. То есть, теперь главное не забить на это дело, а при появлении новой книги вписывать обязательно в таблицу. Конечно же, как только составил картотеку, это просто такой глобальный труд, на который ушло три месяца ежедневного труда, почти ежедневного. Не хотелось бы, чтобы случилось что-то с компьютером, чтобы все это потерялось, поэтому как только составил каталог книг, я тут же его выгрузил, выгрузила в облако. Так что утратиться не должно. Пожалуй, это все, что я хотела рассказать о своем опыте. Я желаю вам, чтобы все ваши начинания проходили легко и завершались победом. Ну пока, до скорых книг! Субтитры создавал DimaTorzok